Вася очень серьезный, и Вася уже думает, сколько ему кончать институтов, один или два. Ну и Горько он клоун, он и собирается быть клоуном, собирается работать клоуном. Он такой же нерадостный, такой непоседливый. Вероничка очень романтическая, она играет на фортепиано, ей нравятся такие мелодии мечтательные, медленные, какую-то там отажу. Ну а Толик это вихрь, ну и попадает очень часто в какие-то не очень симпатичные ситуации, я бы так сказала. Ну между тем очень добрый, отзывчивый, всегда поможет, рубаха парень, все до последнего отдаст. Вот такой мальчик наш. Она мне спросила, как мне тебя называть, я говорю, как хочешь, хочешь мамы, хочешь Лену Федорову. Она говорит, мне проще мамы, но как получится, что у меня две мамы, она же знала, что у нее мама есть. Я говорю, ну так получится, что две мамы. Разве это плохо? Хорошо, что у тебя две мамы. Ну она согласилась, говорит, хорошо, я буду ждать эту маму тоже. Ну вот, не дождалась. Холодным мартовским утром наша съемочная группа приехала в детскую деревню, которая находится в поселке Тамилино Московской области. Но когда мы переступили порог одного из домов, то о пронизывающем ветре и минусовой температуре было забыто. Потому что здесь тепло. От детских и взрослых сердец. Самое дорогое слово для ребенка – мама. И как важно, что это слово можно кому-то сказать. Здравствуйте. 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 Заходите. Пожалуйста. Это было 12 лет назад. Деревня только построилась. И в газете по объявлению я нашла объявление о том, что набирается мама. Вот я как-то посоветовалась с дочкой и решила попробовать здесь. Попробовать себя в этой роли мамы. Было страшно, получится у меня, не получится. Как будет? Примут они меня? Как я приму их? Конечно, было много сомнений. И было много слез. Не все получалось. И было трудно. Да и сейчас тоже непросто. Но, в общем, как-то я довольна тем, что я смогла пригодиться этим детям. Что я смогла им чем-то помочь. И смогла быть им мамой. И вот так. День, когда сюда привезли первого малыша, 20 мая 1996 года, теперь считается днем ее рождения. В основе идеи зарубежная модель воспитания сирот, максимально приближенная к семейным условиям. Схема простая. В одном доме живет одна семья. У шестерых семерых детей одна приемная мама. Выбор ребенка происходит с педагогами, с психологами, с социальными работниками, с работниками приюта, где они находятся. Мы ведем такой предварительный анализ судьбы ребенка. Смотрим, ну, как может повлиять, насколько ему полезна будет детская деревня. И тогда, когда уже понимаем, что для этого ребенка детская деревня будет весьма полезна, и он подходит для семьи какой-то нашей в детской деревне, мы говорим маме. И мама может сказать и да, и нет. И вот это окончательное да или нет, которое говорит женщина, очень важно, потому что она таким образом принимает ответственность на себя за судьбу этого ребенка. И она как бы открывает свое сердце. Хотя, конечно, тяжело, наверное, может быть, проще было бы сказать, вот, бери, воспитывай его. Но любить невозможно заставить по указке. И, ну, вот такая система. Вот так мы делаем. Самым главным действующим лицом в детской деревне, конечно, является мама. Для того, чтобы стать приемной мамой, оказывается, недостаточно одного желания. Нужно пройти конкурс, отвечать определенным критериям. Главное, у будущей мамы должно быть доброе сердце и желание помочь детям. Ведь у ребенка, попавшего в беду, не такой уж и большой выбор. И очень важно, чтобы женское сердце приняло малыша таким, какой он есть, со всеми его недостатками и слабостями. За годы существования деревни были и разочарования, и обиды, и слезы. Но недаром говорят, русская женщина сильная, стойкая и смелая. Они научили меня радоваться мелочам, радоваться жизни, радоваться природе. Потому что, может быть, на что-то я внимания не обращала. И вот придя в семью и создав себе вот такую новую семью, конечно, я многому научилась, многое подчеркнула для себя. И дети, конечно, многому меня учат. Особенно терпение и выдержки. Но, безусловно, когда все вместе живем, и когда все радости вместе, все горести вместе, безусловно, все как-то проникаются тем, что мы семья, и что мы должны помочь друг другу, и что мы радуемся вместе, печалимся вместе, и преодолеваем какие-то трудности тоже все вместе. Без сомнений, конечно. Вот у моего сына, у него бронхиальная астма. И так бывает, что ночью он вдруг неожиданно начинает задыхаться. И, конечно, все тут же идут на помощь. Все просыпаются, готовят воду, ему помогают там паровые ванночки. Кто-то бежит за лекарством, кто-то ставит чайник, кто-то там ему, там, не знаю, ноги парит. Ну, в общем, таким образом, как-то мы столько раз его спасали, что просто передать невозможно. Именно в такие моменты чувствуешь, что ты не одна, потому что я тоже порой теряюсь. Это бывает очень поздно ночью. Вот, и просто начинают трястись руки и ноги. И вдруг, когда все поднимаются, все начинают помогать, и он сразу успокаивается. Он появился 12 лет назад. Ему был годик всего. Он был, конечно, очень ослабленный ребенок, очень болезненный ребенок. В общем, все тяготы такой вот жизни он принял на себя. То есть он появился в деревне после реанимации. Он чуть не погиб от голода. Вот, и поэтому, конечно, он мне достался очень большим усилием, потому что я много его лечила, много вкладывала в него сил. Вот, ну и вот так он сейчас уже все-таки занимается музыкой, заканчивает пятый класс. Конечно, он непростой мальчик, очень непростой. Он такой очень активный. Вот, и не все его принимают сразу. И в школе бывают нарекания, и всякие проблемы. С Толиком, конечно, очень много проблем. Но между тем, он мой сын, и я принимаю все проблемы тоже. Разделяю с ним все проблемы, все тяжести, все трудности. Я его очень люблю. Так же часто поступают дети, которые вот из семей с алкогольной зависимостью, где они достаточно долго находились в жесточайших условиях. И было отвратительное питание, и вообще их запирали в комнатах, они разрешали им высовывать нос оттуда, пока родители не разрешат. То есть они, ну вот некоторые из них приходятся вот такими дикими волчатами, которые боятся всех, боятся взрослых, не доверяют взрослым абсолютно. Это, конечно, колоссальный труд требуется на то, чтобы получить доверие ребенка, войти к нему в доверие, чтобы он перед тобой раскрылся, чтобы ты мог реально ему как-то помочь, чтобы он не закрывался от тебя вот стеной вот этой ненависти и недоверия ко взрослым. Кристина, ты за старшую, ладно? Илония, музыкальная школа, пяти часам. Алеша, надо идти на барьбу. Ты за старшую, хорошо? Ты за старшую, ладно? Напомни, я еще раз позвоню. Чай, поверьте. 20 лет назад я прочитала в журнале «Огонек» статью про австрийские детские деревни. Прочитав эту статью, мне понравилось в ней главное, что мама живет в доме, одна, в большом доме, и у нее, ну, несколько детей от пяти, там, или семьи, в разных странах по-разному. И она самостоятельно занимается воспитанием и хозяйством с ними вместе. Ну, и потом то, что дети видят модель семьи, и то, что детей много, и то, что это будет не в городе, а за городом, мне тоже это очень понравилось. И так как у меня, у самой была семья маленькая, у меня был один сын, вот, и мне всегда хотелось иметь большую семью, чтобы было много детей. И мне вот, я загорелась идеей поступить в эту деревню мамой. По специальности геолог Елена Федоровна так воодушевилась идеей стать многодетной мамой, что несколько лет ждала, когда же, наконец, построится детская деревня. Впереди была совсем иная жизнь и ответственность. Первого ребенка, появившегося в деревне, взяла к себе в семью именно она. Девочку звали Аленой. Девочку привезли из московского детского дома. У нее никого не было. Ей было уже около семи, шесть с половиной лет. Она, вообще, по национальности, она молдаванка. Ну, она считает статус у нее подкидыша. Когда приехала она, ну, встреча такая очень трогательная, конечно, ну, у меня просто слезы потекли. Ей тоже, наверное, очень хотелось тепла и дома, и семьи, наверное, я думаю. Ну, всем детям это хочется. Ну, в общем, мы с ней прожили, наверное, месяца четыре или даже пять, сейчас точно не вспомню, когда не было еще никакого другого ребенка. Вот, я пыталась, ну, в общем, все, что у меня есть теплого, все ей дать. Вот, ну, не знаю, насколько это получилось. Она не знала ни одной буквы в этом возрасте. Совершенно дикий такой ребенок. Она в основном, конечно, образ жизни вела там по поездам. Ну, в общем, пыталась я как-то ее пригладить, припушить, приодеть, чтобы она уже выглядела и буквы знала. Ну, это было очень сложно. То есть мы по букве в день, и то она ничего не хотела, она говорила, зачем мне все это надо? Ну, она мне спросила, как мне тебя называть. Я говорю, как хочешь. Хочешь маму, хочешь Лену Федорову. Вот, она говорит, мне проще мамы. Ну, как получится, что у меня две мамы? Она же знала, что у нее мама есть. Вот. Я говорю, ну, так получится, что две мамы. Разве это плохо? Хорошо, что у тебя две мамы. Ну, она согласилась. Говорит, хорошо, я буду ждать эту маму тоже. И вот, не дождалась. Построить деревню – это, так сказать, не полдела, а даже и меньше. Самое главное – наполнить ее содержание. Не только взрослым, но, скажем, детский смех и детские проказы – вот это и есть, наверное, содержание детской деревни. И вот первый ребенок появился 20 мая 2006 года. И с тех пор мы празднуем день рождения деревни. Мы считаем, что родилась деревня именно тогда. Это была девочка. Вот сейчас она уже заканчивает дом молодежи. Ее уже за 18 лет. Ну, я надеюсь, что она как-то к этому трезво относится и понимает, что мы празднуем день рождения. Не потому что вот именно она пришла. Хотя иногда в детстве она говорила, это же я пришла сюда. Вот. И поэтому все мы собрались, потому что пришла я. Следующим этапом реабилитации детей и подготовки ко взрослой жизни являются молодежные центры или так называемые «дома молодежи». Они дают возможность подросткам из детской деревни успешно адаптироваться в обществе и стать самостоятельным и ответственным человеком. Здесь ребята живут еще 3-4 года до получения профессии. Таких молодежных центров в России семь. Один из них находится в городе Колумна, где и живет Алена. Вот скроб у нас Елена Борисовна. Дату поступления мы видим 20.05.96. Вот с этого дня мы справляем день рождения детской деревни. Это вот уже акт о приеме-передаче с детской деревни в Дома молодежи. Учится она у нас в профессиональном училище номер 30 на помощника повара. Повар-кондитер. Мы учатся обычно с обычными детьми. В обычном училище все то же самое. Домой, соответственно, приходят. Также у нас горячий обед готовит повар. Завтрак, ужин они готовят сами. А так уборка, стирка, занятия. Я в Колумбе три года уже. Училась, ну, можно сказать, учусь до сих пор на повар, на третьем курсе. Уже заканчиваю практически. Летом, значит, я защищаю диплом, и уже все. Вот, можно сказать, я уже выпускница. Вот. Сейчас работаю, практику прохожу, как правильно сказать. Вот. И думаю, что если меня оставят, вот, я здесь пока буду работать. Вот. А потом уже в Москве, если мне дадут квартиру, вот, то есть я буду уже что-то там обустраивать. И что-то уже будет дальше. Сейчас у нас в семье семь человек. Самая младшая у нас Настенька. Она учится в четвертом классе. Настенька девочка творческая, психика и такой неуравновешенной. Стихи пишет. И очень завиральная девочка, конечно. Очень трудно развлечить, где она правду говорит тебе неправду. Ну, в общем, такая творческая девочка. Ну, и со своими такими странностями иногда играет. Очень любит играть одна. Кукла рассадит, с ними разговаривает, роли дает. Леша, 13-летний. Он очень энергичный, спортивный такой мальчик. Мечтает быть офицером. Не знаю, сколько живет, сколько говорит про это. Любит военные фильмы, все военное. И очень он какой-то добрый, отзывчивый, такой честный мальчик. Христина, она из первых моих девочек, которые вот уже вышли. Вот Христина, ей скоро будет 14 летом. Она очень добрая девочка. И я вот таких аккуратных девочек по жизни вообще никогда не видела. То есть она когда еще пришла, совсем маленькая, она говорит, дай-ка я все тут уберу. И за всеми убирает. Она даже не спрашивает мальчиков. Вот я говорю, мальчиков там, знаете, как-то мальчиков в шкафу ужасно. О, я пойду, сейчас все сделаю. И она у меня в шкафу может прибраться. А она, у нее вот этот какой-то пунктик. Ну, очень хороший пунктик. И она очень добрая. Вот если там кого-то ругают, или что кому-то надо сделать тоже срочно, какой-то, вот ты дежурный, а вот ты не... Я все сделаю за него. Только не надо ругать. Катюше 16 лет. У нее филологические способности, у нее русский язык. От природы она не делает ошибок. И она очень любит читать. Она захлеб читает. И вдруг вас потеряешь в доме, ищешь, ищешь, она где-нибудь запрется, спрячется, лишь бы только книжку не отбирать. Так это было все время. Илона, она тоже пришла три года назад, три с половиной. Она наполовину ингушка, наполовину русская. И характер, соответственно, тоже полу-кавказский, полу-русский, такой взрывной. Но девочка очень добрая, отзывчивая. И она крещеная девочка. Она прошла приют, очень трудный интернат для таких слабонервных детей. Ну, в общем, она пришла очень сложной девочкой. Но тоже как-то влилась, и ей храм помог, мне кажется. И то, что вот ее беседы с батюшкой, и исповеди. И все это очень нравится. И читать ее начинается. Она очень любит читать. Без Максима мы в доме вообще пропали бы, наверное. Потому что руки у него золотые. Дома починить может все. Начиная от техники, кончая с занавесками, которые надо подшить. И машинку может починить швейную. И компьютер, и телевизор. И ручку приделать, если она сломается у двери. И канализация, если что-то такое не так. Ну, в общем, молодец. Сам инструмент себе покупает. Удивительно нежный. Потому что он приехал совсем маленьким, 3,5 года. Был в приюте. И как-то он, видимо, ну, вообще как в Маугле. А потом очень привязался. И как-то семью считает своей, ну, родной семьей. И ко мне очень привязался. Вот, он все время спрашивает. А любишь ты меня? А любишь ты меня? Ну, сейчас-час поменьше, конечно. А вот когда чуть помладше, ну, каждый день по несколько раз спрашивает. Любит ли его? Вот. Ну, и обязательно на ночь поцеловаться надо, благословиться. И из дома не выйдет, пока его не благословишь и не поцелуешь. То есть он очень нежный. И главное, что еще вот доброта в нем какая-то такая есть. Нежная, какая-то девичья даже. Вот если конфликт какой-то был у меня с детьми. И там вот с кем-нибудь я ругала кого-нибудь за какие-нибудь проделки. Он ко мне подходил и говорил, мам, ну, не ругай. Может, меня-то как-нибудь накажешь. Ну, не надо там в угол стоять. Ну, не надо там куда-то. Ну, не надо. То есть он как-то так уговаривал нежно. Ну, в общем, трогательный мальчик очень. Ну, я его очень люблю. Ну, постепенно складываются братско-сестринские отношения. Ну, то, что мы ведем вместе хозяйство. То, что мы показываем тут семейный образ жизни. Ну, сами готовим, сами стираем. Сами убираем за собой. Планируем даже бюджет наш сами. С продуктами как покупать. Они в магазин хоть сами покупают. А если я заболею, так и могут поухаживать за мной. То есть вот это в чем все важно. То есть вот это элемент семейного воспитания очень, значит, конечно, в этой деревне важен. Перед каждой мамой рано или поздно встает вопрос, как правильно воспитать ребенка. Сама Елена Федоровна человек верующий, и поэтому своих детей она старается приблизить к храму. Все ее дети учатся в православной гимназии образ, где есть возможность найти свой духовный путь и дополнить школьное образование основами народных ремесел. А общее дело, труд, молитва всегда объединяет. Краски жизни становятся ярче и насыщенней, а семья крепче и дружнее. Значит, мы сейчас с вами разбивались по пару, начинаем составлять диалоги. Мама у нас всегда устает, она много делает для нас, стирает, гладит форму и беспокоится за нас. Необычная деревня живет своей жизнью. Каждый день здесь происходят новые открытия, каждый день чья-то радость становится общей. Когда-то незнакомые и чужие женщины становятся с каждым днем все роднее и ближе. И однажды ребенок произносит слово «мама». И мы надеемся, что наши мамы не пожалели о принятом когда-то решении прийти в детскую деревню. «Мама» 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 Продолжение следует...